МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самая активная стадия работ по благоустройству Ешкаролы традиционно придется на лето. Приоритеты в реализации социальных программ в столице республики такие же, как в большинстве районов Мариел. Это строительство доступного жилья, социально значимых объектов и ремонт дорог. Кстати, на ремонт и строительство дорог в Ешкароле в этом году будет выделено больше средств. На эти цели пойдут дополнительные доходы из городского и республиканского бюджетов. Именно тема содержания уличной дорожной стети столицы республики стала одной из основных на прошедшей встрече Леонида Маркелова с ешкаролинцами. Основной, но не единственной. Как пояснил руководитель республики, дороги, доступное жилье, социалка, весь спектр так называемых бытовых задач возможно реализовать. Но только при соблюдении главного условия – дать возможность эффективно работать бизнесу. Будут созданы комфортные условия для бизнеса, значит, будут налоговые поступления в бюджет, а значит, будут деньги на дороге и не только. В этом году на строительство и ремонт, на строительство новых дорог и ремонт наших дорожного покрытия правительством совместно с мэрией направляется более 500 миллионов рублей. Цифру, прислушайтесь, более 500 миллионов рублей. Это треть бюджета города Ешкаролы. И по итогам полугодия наверняка мы примем решение такое, чтобы увеличить количество средств для того, чтобы отремонтировать дороги. Потому что наверняка еще проблемы будут. Мы решаем эти проблемы, но поступательно. Много очень построено, и Ешкарола неузнаваемо. Я думаю, что сегодня жителям столицы нужно больше гордиться своим городом, нежели искать какие-то проблемы и впадать в уныние. Так как развивается Ешкарола, ни один населенный пункт республики не развивается, даже при поддержке правительства. Растут предприятия новые, город превратился в сказочный, совершенно по своей красоте архитектурный уголок России. Качество жизни высочайшее. И театры с органным залом, и больницы с высокой технологией, и учебные заведения, и школы, и детские сады. Все это делается. Просто в один день невозможно сделать. Да, есть проблема с детскими садами. И мы строим эти детские сады. И в этом году детский сад новый заложили. И мы его построим. Но для этого нужно время. В ходе встречи с ешкаролинцами Леонид Маркелов рассказал о наиболее значимых проектах, которые будут реализованы в столице республики в ближайшее время. К примеру, достроен новый мост через Большую Кокшагу. И начнется реконструкция центрального моста. Воскресенский парк расширит границы. А крытый легкоатлетический манеж вскоре распахнет двери для спортсменов и сторонников здорового образа жизни. В планах также приобретение сразу пяти новых троллейбусов. Продолжение строительства в здании долгостроя, теперь уже взрослой поликлиники. И создание целого образовательного комплекса, который будет готовить медицинские кадры для всей республики. Впрочем, как отметил руководитель республики, чем выше качество жизни, тем выше потребности населения. И неизменная задача власти – своевременно на них реагировать. Свидетелями очередной смены погоды стали в понедельник жители Мариел. Утренний дождь сменился палящим солнцем, а затем летней грозой. Первый день календарного лета подарил нам, пожалуй, всю палитру летней погоды. Ну а уже во вторник-среду все утомленные солнцем смогут вздохнуть с облегчением. Изнуряющая жара спадет. Сухой прохладный европейский антициклон понизит и дневные, и ночные температуры. До комфортной. Такая жаркая погода связана с установлением малоподвижного антициклона над Уралом и Сибирью, который способствует выносу из Средней Азии сильного прогретого воздуха. Но синоптическая ситуация в атмосфере меняется. В ближайшие двое суток погодные условия будут определяться влиянием циклона, который образовался на волне холодного фронта. Ожидается грозы, ливни, местами выпадения града, при грозе усиления ветра. Температура ночью 15-20, во вторник днем 24-29, а в среду 21-26. С четверга с прохождением холодного фронта ожидается вторжение арктического воздуха и понижение температуры. К концу недели ночью 7-12, а днем не выше 15-20. Пройдут кратковременные дожди. Кстати, несмотря на, казалось бы, аномальную жару в минувшие выходные, температурный рекорд не был достигнут. В воскресенье плюс 32. Всего градус не дотянули до значения 2007 года, когда, собственно, и был зафиксирован рекорд. Благодаря аномальной жаркой погоде, многие ежкаролинцы и жители Мариел открыли для себя пляжный сезон. Несмотря на то, что официально сезон откроется только 6 июня, в прошедшие выходные многолюдно было на реках и озерах республики. Что же касается летнего отдыха, то второй год подряд приоритеты россиян не меняются. Ввиду ограничения бюджета и отсутствия загранпаспортов, большинство туристов так и останутся в стране. Остальные намерены уехать в Европу. Разворот в сторону российской курортной индустрии произошел в прошлом году, когда крымские и краснодарские курорты оттянули россиян из зарубежных стран. Немало гостей приезжает и в Мариел. Так только в прошлом году республику посетили около 400 тысяч туристов, включая экскурсантов. В этом году, по прогнозам, гостей будет намного больше. У нас очень красивая республика, очень красивая. У нас очень много озер прекрасных, чистых, леса красивые. Поэтому, в целом, отпуск будем проводить в столице республики Ишкарале, на озерах. Отдыхать, веселиться, гулять. Буду делать в квартире ремонт. И на речке искупаться, и на озеро съездить. В общем-то, у нас ведь и город красивый, на лодке можно будет покататься. Сыновья, возможно, найдут время прокатить от меня здесь. В Ишкарале больше негде пока. Маленький ребенок, никуда не выйдешь. Поэтому отдыхать будем здесь. Отдыхать поедем куда-нибудь, в Москву съездим. Может быть, в Кисловодск, не знаю, посмотрим. Пока еще не решила. Но где-то в пределах России. В этом году никаких. Я в том году на Байкал ездил. Это хороший период времени купаться, загорать. С внуком на велосипеде катаемся. Наверное, все-таки поедем в Питер к родителям. Сурок, хорошее там озеро, очень нравится. Какие планы у пенсионеров? В саду только работаем, и все. Отдохнуть? Где? На юге? В Крыму, например. Отдохнуть хорошо. Как и каждый мечтает, наверное, об этом. Мы считаем, что кроме наших озер местных, лучше нет отдыха. Поэтому мы отдыхаем всегда на наших Марийских озерах. Капризы погоды стали причиной серьезного пожара в Тарханове. От грозового разряда сгорел двухэтажный частный дом на улице Спортивной. Всего же на прошлой неделе на территории республики было зарегистрировано 16 пожаров. Чаще всего горело в Гишкороле, Медведевском районе и Волжске. Случаев гибели и травмирования людей на пожарах не было. Огнем уничтожено 6 строений. Чаще всего пожары происходили из-за неосторожного обращения с огнем и нарушений правил устройства и эксплуатации транспортных средств. Жаркая погода влияет и на дорожную ситуацию. Только благодаря счастливой случайности обошлось без жертв в серьезном ДТП, произошедшем на Казанском тракте. В субботу недалеко от поселка Красногорского на 55-м километре трассы Ешкарола-Зеленодольск столкнулись бензовоз и две легковушки. Живо остались все, однако 7 человек были доставлены в больницу, в том числе трое детей. По данным ГИБДД, водитель Черри пошел на обгон бензовоза, не убедившись в том, что встречка свободна. В результате китайский внедорожник столкнулся с легковушкой Рено. Кроме того, Черри еще и отбросила на бензовоз. Даже страшно представить, чем бы обернулась эта авария, если бы бензовоз шел не пустым, а с полной цистерной топлива. Мотоциклистам проезд запрещен. На участках улиц Вознесенская от Пушкина до Красноармейской и бульваре Чувайна от Советской до Вознесенской в скором времени появятся дорожные знаки, запрещающие движение мотоциклов. С данной инициативой выступила городская ГИБДД. Ведомстве считают, что данные изменения благоприятно отразятся на повышение безопасности дорожного движения и позволят избежать возникновения конфликтных ситуаций. Терапевты, педиатры, хирурги, травматологи, неврологи – далеко не весь перечень специалистов, которых нуждаются в больнице республики. Хотя в последние годы число пустовавших долгое время вакансий сокращается, по-прежнему остро ощущают нехватку врачебных кадров районные лечебные заведения. Как обеспечить местным жителям по-настоящему качественное медобслуживание во многом зависит от самих муниципалитетов. К примеру, в Звениговской ЦРБ сейчас осваивают новейшие технологии, которые стали доступны с появлением в больнице нового оборудования. Операционный стол, бестеневые лампы, наркозный аппарат и, конечно, лапароскопическая стойка. Оборудование, на котором сегодня уже вовсю работают специалисты Звениговской центральной районной больницы, было получено в прошлом году. В каких условиях оперировали пациентов до этого, вспоминать теперь и не хочется, говорят медики. До этого лампа была старая, операционный стол, во время операции раз в 10 приходилось приподнимать ее. Наркозный аппарат тоже был старый, а лапароскопической стойки вообще не было. Мы оперировали традиционным методом, большим разрезом, так сказать. Сегодня лапароскопическим методом, то есть через небольшие проколы, здесь решают проблему у пациентов по гинекологии, травматологии, удаляют аппендицит. Значительно улучшилась диагностика, а также стали доступнее для жителей района экстренные операции. С начала года на новом оборудовании прооперировали около 30 пациентов только с диагнозом хронический холецистит. Одна из них – Раисия Несмелова. Если еще год назад после удаления камней из желчного пузыря женщине пришлось бы восстанавливаться около двух недель, сегодня лечащий врач обещает Раисе Алексеевне выписку на четвертые-пятые сутки. Если раньше сделать такую операцию, у меня остался бы был шрам, а сейчас остались такие точки маленькие. В Звениговской ЦРБ, радиус обслуживания которой составляет 100 километров, по программе модернизации капитально отремонтировали терапевтическое и детское отделения. А по целевой программе повышения безопасности дорожного движения в Мариел в районе прибавилось три автомобиля скорой помощи. И все бы хорошо, говорят врачи со стажем, если бы не нехватка медицинских специалистов в больницах и поликлиниках района. Руководителям региона было принято решение о выделении бюджетных мест в Институте медицины и естественных наук МАРГУ специально для выпускников школ Звениговского района. По программе «Земский доктор» нам удалось привлечь семь молодых специалистов на село, врачей. Но, конечно, проблема у нас остается. Это кадровый дефицит, который является проблемой во всеместной. И нас волнует вопрос по закреплению кадров на уровне центральных районных больниц, поселках. То есть программа действует только на селе. А также привлечение средних медицинских работников на село для работы на ФАПах. Регулярные занятия спортом плюс правильный образ жизни, отмечает житель Звенигова Татьяна Антонова. И посещения врачей стали скорее исключением, нежели правилом. Если раньше поплавать можно было только в летний период, в Волге, то с появлением в городе спорткомплекса «Жемчужина» делать это теперь можно круглый год регулярно. Очень нравится, очень нравится. Хожу для души и для здоровья. Как бы считаю, что здоровье у меня поправилось в лучшую сторону. Хожу где-то третий год. Сегодня, да, народу маловато. Но обычно на дорожке мы где-то по 7-8, даже по 10 человек плаваем. Зимой очень большая проходимость здесь. А тут детишек у тебя не много? Детки ходят. Тут рядом маленький бассейн детки ходят. А потом еще вот они по большой дорожке у нас здесь плавают. С этой стороны, с той стороны. Детей много очень. За 4 года, что работает комплекс, здесь открыли секции по футболу, баскетболу, волейболу, карате и другим направлениям. Посетители приезжают даже из Зеленого Дола и Казани. В планах развить здесь и зимние виды спорта. В последние годы в Мариелл в социальной сфере уделяется огромное внимание. Строятся фапы, школы, детские сады. Не случайно из репутации конкретных больниц, школ, спортобъектов складывается и общая репутация региона. Кстати, как показывает практика, повышение качества услуг именно в социальной сфере во многом определяет качество жизни жителей того или иного района. Из Вениговский яркий пример того места, откуда жители уезжают лишь в отпуск, да и то на время. В Мариелл началась летняя оздоровительная кампания. В каникулы в республике планируется открыть более 250 учреждений, среди которых 12 стационарных загородных лагерей и 253 лагеря с дневным пребыванием. Все загородные лагеря, приступившие к работе с первой сменой, прошли необходимые проверки Роспотребнадзора. Как нам сообщили в ведомстве, основное требование – качественное питание. Оно должно быть пятиразовым и приготовлено лишь из продуктов, выращенных и произведенных на территории республики. В ходе своей проверки мы обязательно обращаем внимание на те условия, которые созданы для отдыха и оздоровления детей. Проверяем игровые комнаты в образовательных учреждениях, проверяем вопрос организации питьевого режима. Мы разрешаем организовать питьевой режим или через питьевые фонтанчики от сети, или бутилированной водой через кулеры. Воду водопроводную исследуем на соответствии гигиенических требований. На сегодняшний день вся вода уже проверена, отклонений у нас по воде нет. Кроме того, проверяем готовность пищеблоков, проверяется исправность технологического и холодильного оборудования. Но в этом году замечаний по подготовке пищеблоков практически немного, так как все-таки модернизация пищеблоков проведена, оборудование было заменено. Сейчас у нас новое оборудование на пищеблоках, поэтому и необходимости в ремонте практически нет. Добавлю, что по данным регионального Миноборнауки, в течение лета в загородных оздоровительных лагерях смогут отдохнуть около 8 тысяч детей. Ну а выпускники в понедельник сдали второй обязательный единый госэкзамен по математике. В этом году итоговое тестирование по данному предмету разделили на два этапа – базовый и профильный. Базовый, который выпускники сдали 1 июня, является обязательным и необходимым для получения аттестата. Он состоит из 20 заданий и оценивается по пятибальной шкале. Профильный предполагает углубленное знание предмета. Его сдают только те, кому математика нужна для поступления в ВУЗ. Он пройдет 4 июня. Кроме этого, школьникам предстоит сдать еще 7 экзаменов по выбору. Это ЕГЭ по информатике, биологии, истории, химии, обществознанию, физике и иностранным языкам. В Управлении регионального Роспотребнадзора в эти дни проходит горячая линия. Задать вопросы по качеству и безопасности товаров, предназначенных для детей и подростков, можно по телефону в Ешкар-Але 68 19 44 или 8 800 707 6177. Время работы горячей линии с 1 по 5 июня с 10 утра до 5 вечера. Необычное бюро находок или что упало, то не пропало. Мячики-пругуны, мобильные телефоны, монетки. А что еще можно найти в фонтанах? Специалисты, курирующие все городские фонтаны, говорят, в самый разгар сезона, когда температура воздуха переваливает за 30 градусов жары, находки встречаются совсем неожиданные. В импровизированном музее утонувшего в фонтанах побывала наша съемочная группа. Испания, Италия, США, Германия, Украина, Казахстан, Япония, Китай. По монеткам, которые оказываются в городских фонтанах, можно отследить, как расширяется география приезжающих нам туристов от года к году. Те, кто чистит фонтаны, шутят, что, видимо, изобрели машину времени. Иногда попадаются монетки советского периода. Правда, конечно, большую часть составляют монеты, сейчас находящиеся в обиходе в России. Примерно собирается, в зависимости от фонтана. Если большой фонтан, например, фонтан, который около роддома, значит, люди посещают очень часто его, и свадьбы очень часто бывают по бульвару. Ну, вот бывает, ну, 500 рублей собираем, по 600 рублей собирается. А вот фонтан, который моется очень редко, это вот Гавриила, примерно в две недели раз, ну, там бывает и по полторы тысячи собирается. Потому что там уж очень много народу проходит. Проходимость очень большая, и вот поэтому собирается побольше денег. Ясно, что монетки иностранных государств уходят в музей водоканала. В этом случае вполне логичен вопрос. А на что же тратятся российские деньги, поднятые со дна фонтанов? Как оказалось, сотрудники фонтанной службы не тратят их на себя, как могло изначально показаться. Еще в 2009 году эти ребята купили аквариум. Сначала один, сейчас их уже три. Самая большая гордость – это две пираньи. Именно на корм рыбкам и черепахи уходят монетки, собранные в фонтанах. Они вообще не кусаются. Они кусаются, когда голодные, когда кровь чувствуют. Что тут скрывать? Деньги – это не единственные трофеи, добываемые ремонтниками при чистке фонтанов. Большую часть этого импровизированного музея составляют детские игрушки. Мечи-прыгуны, пистолеты, маленькие фигурки любимых персонажей и солдатики. Ну и, конечно, машинки, которые дети обожают катать по бортикам городских фонтанов. По приблизительным подсчетам их здесь около 500. Люди роняют, не специально, но в воду. И телефоны роняли, и фотоаппараты роняли. Приходилось доставать. Всяко бывало. Ну и сливали из-за этого фонтан. Чтобы человек попросил очень нужную вещь, дорогая. Доставали. То есть всегда идете на встречу? Обязательно. Так что звоните по телефону, обращайтесь. Если что-то потеряли, пожалуйста, все здесь, никуда не девается. Можете взять в любое время. А также часы, ключи, пластиковые карты, украшения. Встречается в этой коллекции не только бижутерия, но и драгметаллы. И даже воинские береты. Все это хранится здесь, в небольшом помещении на территории водоканала. И вполне может вернуться к хозяевам. Сотрудники предприятия уверяют, если вы обронили дорогую для вас вещь фонтан, ее можно будет найти именно здесь, предварительно позвонив по телефону диспетчерской службы. 418100. Меж тем, водоканали не перестают напоминать жителям о необходимости задержания фонтана в чистоте. Оказывается, пенные маньяки все еще существуют. Горожанам у меня просто большая бросьба. Не надо в фонтаны бросать то, что не нужно. Опять началось что и ферри на околу роддома в круглый фонтан. Тоже как бы был запущен на той неделе. Сейчас вот бригада докладывает. Я думаю, что сознание все равно у большинства горожан выше, чем у тех людей, которые этим занимаются. Эта красота не только для нас, она для всех. Напомню, сегодня в столице республики 15 фонтанов, 13 из них введений муниципалитета. Каждый фонтан чистится в среднем дважды в месяц. На чистку одного фонтана у соответствующей службы уходит минимум два дня. При этом запуск чистящих или моющих средств фонтана ишкаролинцами помощью не является, а увеличивает сроки очистки до трех дней. Так что стоит надеяться, что детские машинки и монетки – это все, что придется вылавливать ремонтникам из фонтанов. Информационная программа «12. Новости республики» на телеканале «Регион-12» продолжается. А я напомню, что прямая трансляция в интернете на сайте online.tv.region12.ru В студии была Мария Шевкунова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова